Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем изучать 19 главу этого Евангелия. В самом начале здесь говорится о том, как Христос приходит из Галилеи в Иудею. Когда Иисус окончил слова сие, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. Общеизвестно, что Иудея была более ортодоксальна в те времена, чем нежели Галилея, которая прямо называется Галилея языческая. Потому что там было смешанное население, там жили и евреи, и эллины, и римлянины, и сирийцы. Но Христос проповедует и в Галилее, и в Иудее. Потому что Христос ищет спасение не только для консерваторов-традиционалистов, но и для тех, которые не придерживались ортодоксальных начал в своей жизни. И следующая тема, 19 глава Евангелия от Матфея, с 3 по 9 стих, здесь говорится о нерасторжимости брака. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И действительно, в книге «Бытия» рассказывается о том, как Бог, сотворив человека, сотворил человека как мужчину и как женщину. Сначала был создан мужчина, сказанный, создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни. Потом уже из ребра первого человека, Адама, Бог творит для него жену, соответственно, ему. Но общий принцип муж и жена в своих отношениях вплоть едино. И более того, иконой таких взаимоотношений является взаимоотношение самого Христа с его Святой Церковью. Как сказано, «Как Христос возлюбил Церковь, так и вы, мужья, возлюбите своих жен». И не надо этому удивляться, потому что семья в апостольских посланиях и называется домашней церковью, где муж в образ Христа, а жена в образ церкви, невесты Христовой. И если кто-то не дорожит семейным единством, на самом деле он бросает вызов единству Христа с его Церковью. А как мы знаем, что грех раскола, он не смывается даже мученической кровью. И человек всячески должен стараться оберегать святость брака, супружеских отношений, насколько это только возможно, потому что то, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает, как мы здесь прочитали. Далее они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Мы видим, что фарисеи, искушая Господа, они задают подобные вопросы. Он, то есть Христос, говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». И действительно, в самом начале Бог провозгласил посему оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей, и будут два одной плотью. Почему же действительно Моисей разрешил давать разводное письмо? По жестокосердию. В противном случае, те, которые хотели бы избавиться от своих старых жен, они бы просто бы их убивали. И, исходя из жестокосердия этих людей, Бог через Моисея повелел давать разводное письмо Гет, когда муж давал такое письмо своей бывшей жене. Далее Христос говорит, «Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и, женившийся на разведенной, прелюбодействует». Здесь Христос прямо говорит, что единственный повод для развода – это прелюбодеяние. «Я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние». То есть, если акт прелюбодеяния доказан, жена изменила мужу или муж изменил жене, тогда церковный развод возможен. Во всех противных случаях любое такое действие уже само по себе является актом прелюбодеяния. Далее идет тема о безбрачии. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. «Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чего матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного, кто может вместить, да вместит». Здесь Христос указывает на то, что есть три причины, почему люди могут избрать для себя безбрачие. Например, некоторые мужчины рождались отчлево-матери в неком таком психологически поврежденном состоянии, и они не испытывали стремления к семейной жизни. Это те, которые скопцы из чрева матернего, то есть такими они родились от своих матерей. И есть скопцы, которые оскоплены от людей, то есть это уже насильное действие было совершено над людьми, их оскопили, и они чисто физиологически не могут вступать ни в какие-то такие отношения. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Имеется в виду добровольный обет безбрачия. В третьей позиции не имеется в виду, что человек взял и оскопил себя, потому что по церковным законам оскопивший сам себя есть самоубийца, а сделавший себя скопцом ради Царствия Небесного – это тот, который дает обет безбрачия и строго следует ему. Или это монашеский обет, или это цалибат, обет, который давался еще до возникновения монашества в древние времена. Так, например, из Нового Завета мы видим, что апостол Павел был безбрачным, и его отношение к этой ситуации было следующее. «Женатый думает о том, как угодить жене, неженатый думает о том, как угодить Господу». И он даже настаивал на том, что лучше оставаться как он. Но так как не все могут вместить такой целомудренный образ жизни, позиция Павла была и такая, чтобы не разжигаться, надо жениться, потому что действительно стать монахом – это не просто поменять одежды, это и поменять весь образ жизни, скажем так, с обычного человеческого на приближенный к ангельскому бесстрастному существованию. Поэтому Христос и говорит, кто может вместить – да вместит, то есть это путь не для всех. Далее рассказывается в 19 главе Евангелия от Матфея о благословении детей. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился, ученики же возбраняли им». Почему ученики возбраняли тем людям, которые хотели, чтобы их детей благословил Христос, чтобы произнес баруха, благословение для этих детей. Тем более, что в Ветхом Завете даже существует текст такого благословения для маленьких детей. Наверное, ученики были немножко напуганы тем шумом, который поднимают дети вокруг себя. А так как Христос постоянно пребывал в научении людей, детский шум мог отвлечь людей от наставлений самого Сына Божия. В свое время портопресвитер Александр Шмеман говорил, «Не бойтесь в храме детского шума». Если в храме раздается детский шум, это значит, что у этого прихода есть будущее. И Христос останавливает такое действие апостолов, и мы читаем с 14 стиха, «Но Иисус сказал, «Пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное, и, возложив на них руки, пошел оттуда». Христос останавливает чрезмерное усердие апостолов в этом вопросе и говорит, что дети должны приходить к Нему. И неправильно поступают те христиане, которые считают, что крестить младенцев нельзя. Мол, человек должен стать взрослым, потом он сам решит прийти ему ко Христу, стать членом церкви или нет. На самом деле такое решение за ребенка могут принимать его родители, и веру за него могут исповедовать его крестные родители. И в Священном Писании, в Евангелиях в частности, мы видим достаточно часто, как одни люди верили за других людей, и те по их вере получали чудесное исцеление и особое благословение от Бога. Собственно говоря, в еврейском понимании того времени, в соответствии с ветхозаветной традицией, восьмидневного ребенка уже через обрезание вводили в общину Израиля, в общину Иакова. А так как по закону Моисееву только не обрезанный, не может есть Пасху, то восьмидневный обрезанный младенец уже мог приступать к пасхальной трапезе в ветхозаветной церкви, а в нашем случае Пасха наша, Христос закланной за нас. И по этой аналогии мы и крестим младенцев, и причащаем их тело и крови Господа Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Конечно, если они очень маленькие, мы причащаем их только кровью. Далее Христос повторяет тему, которая достаточно часто встречается в Евангелиях о том, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную». Что мы здесь видим? Это сюжет, связанный с неблагоразумным, богатым юношею. Во-первых, мы видим двойственность в его словах. И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго?» Если он называет его учителем, это как бы понятно. Но когда после того, как он назвал его учителем, он говорит, «Благий, все иудеи того времени считали, что благ только Господь, который абсолютно самодостаточен». Получается, что этот человек не решается открыто назвать Христа Господом и употребляет некую двойственность. Он говорит, «Учитель благий, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он, то есть Христос, сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Здесь Христос как бы говорит ему, «Если назвал меня благим, назови и Господом». Почему такая двойственность в твоем сердце? «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Этот молодой человек спрашивает, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Христос указывает на вторую скрижаль Моисеева закона, где регулируется взаимоотношение между человеком и человеком. Он не указывает на первую скрижаль Моисеева закона, где регулируется взаимоотношение между человеком и Богом, Богом и человеком, потому что ему, как сердцевицу, очевидно, что этот юноша вполне религиозный человек. Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» И Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною». Здесь ситуация немножко меняется. Отвечая на вопрос, что мне сделать, то есть с моей стороны, чтобы наследовать жизнь вечную, Христос указывает ему на закон Божий. А когда тот говорит, «Я от юности все исполнил», далее Христос призывает его к совершенству. Но совершенство – это не означает, что человек, который не достигает совершенства в таком абсолютном библейском понимании, он не спасается. Человек, действуя в соответствии с заповедями Бога, уповающий на благодать Божию и получающий прощение за свои грехи, он уже идет стезею спасения. А совершенство – это то, что недоступно для многих и многих. Поэтому Христос отделяет одну тему от другой. Если же хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною. Но, с другой стороны, вполне возможно, что здесь была и следующая ситуация. Этот юноша, когда он говорит, «Все это я исполнил от юности моей», он немножко слукавил. И Христос как бы предлагает ему некий тест, чтобы перепроверить его состояние, чтобы он сам смог перепроверить свое состояние, потому что Христу не надо нас экзаменовать, в его глазах мы и так все абсолютно прозрачны. Услышав слово «сие» о том, что надо все раздать, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Он не выдержал этого экзамена. На самом деле он был слишком привязан к тем богатствам, которые имел. А, как известно, богатство – это зона риска, в том числе нравственного и морального, ибо апостол Павел тот же писал, что те, которые стремятся к богатству, они, как правило, впадают во всякие бессмысленные похоти, безрассудные похоти. Иисус же сказал ученикам своим, то есть после того, как юноша с печалью отошел от него, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное, и еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». В те времена игольными ушками назывались ворота, которые оставались всегда открытыми, даже ночью, и через которые можно было проникнуть в Иерусалим, когда на ночь все остальные ворота закрывались. Но все жители Иерусалима и окрестностей знали, что, например, чтобы верблюда протолкнуть в эти ворота между каменными плитами, с верблюда надо было снять всю поклажу. В противном случае верблюд не пролазил в эти ворота. А когда с верблюда сымали все, с невероятными усилиями его могли протолкнуть в эти такие ворота между огромными камнями, небольшая расселина, она тоже охранялась, но она не закрывалась даже ночью. То есть богатый спасается обнищанием. В том смысле, когда богатый воспринимает те богатства, которые он имеет, как некое поручение от Господа. И его назначение на протяжении своей жизни выполнить это поручение от Господа, то есть правильно, разумно, а не безрассудно распоряжаться своими богатствами. Поэтому Христос так и сказал, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Айгольными ушами называли именно ворота, которые тогда существовали. Но очень тесные ворота. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, кто же может спастись? Вот что здесь происходит. В понимании евреев того времени богатый это означает благочестивый и праведный. Как Авраам, он был благочестивый и праведный, и он имел много живности, золота, серебра. И в понимании иудеев того времени они исповедовали некую теологию процветания и обогащения. Благочестивый – это по определению богатый. А если Христос говорит, что для такового трудно спастись, как бы все эти представления, они разрушаются, рассыпаются. И ученики, весьма изумившись, сказали, так, кто же может спастись? Апостолы Иисуса Христа – это были лучшие люди того времени. И мы читаем, «А Иисус, возрев, сказал им, человеком это невозможно». Действительно, каким бы ни был человек, богатым или бедным, усердным в деле спасения или не очень, своими собственными силами человек не может, не способен возвыситься до Богообщения, если сам Господь не придет к нему на помощь. «Человекам это невозможно, Богу же все возможно», добавляет Христос. И вот Богу, которому все возможно, ему было возможно воплотиться здесь на земле и совершить чудо искупления всего рода человеческого. Ибо мы не можем исполнить закон Божий без того, чтобы не соприкоснуться с Божественным прощением. Как и блаженный Августин говорит, весь закон исполнен только тогда, когда все грехи прощены. И далее мы читаем, «Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за Тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми». Вот здесь Христос объясняет Петру, что прежде всего надо искать Царствие Божие и славы Его. И, может быть, не стоило Петру задаваться этим вопросом, «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Потому что мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто без Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok